Здравствуйте! Свой эфир начинает информационный канал «Город». О главных событиях дня расскажу вам я в студии Юлия Белова. И мы начинаем. Сахара нету. Все раскупают. Раскупают. Даже майонез. Как песок сквозь пальцы. Спрос на сахар застал врасплох не только торговые сети, но и самих кировчан. Решение почти готово. В Кирове стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 30 рублей. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. А вы сегодня с вещами? Вы видите что-то у меня в руках? Зрение у вас хорошее? Тогда не задавайте глупых вопросов. А вы все... Оглашение приговора день второй. Вынесли сегодня суд решения по делу Быкова. Следите за знаками. В Кирове началась охота на тех, кто не соблюдает правил парковки. Необыкновенный кадр. Заповедники Нургуш сняли на видео бобра, запасающего еду. Как песок сквозь пальцы небывалый спрос на сахар застал врасплох не только местные торговые сети, но и тех кировчан, которым необходимо купить, к примеру, всего килограмм сахара. В социальных сетях кировчане сообщают, что иногда приходится объезжать несколько магазинов, чтобы найти заветный сахар. Сегодня в региональном министерстве промышленности и торговли заявили, что за последние две недели продажи сахарного песка в области выросли в семь раз. Но дефицита на заводах и складах по стране не наблюдается. Фотографии с переполненными пакетами сахара и магазинными тележками начали появляться в кировских социальных сетях на прошлой неделе. Если сначала это вызывало улыбку у многих комментаторов, потом стало не смешно. Сотрудники магазинов не успевали наполнять товаром при лавке, особенно в три праздничных выходных. Покупатели брали по 30, а то и 40 килограммов песка в одни руки. Килограмм 10 упаковка идет. По две упаковки, по три. Но на следующий день нам сделали ограничение. Сейчас на полках в магазине тростниковый сахар и рафинад. Ждут поставку с базы. Если раньше в магазине продавали по 25 килограммов песка в день, то за последние два дня раскупили 300 килограммов. Жалобы о том, что сахара нет, гречи нет, соли нет. Конечно, поступают от народа. Но в Кирове на базах это все есть. Просто заморожены поставки. И ограничения сейчас в покупке сахара, соли, гречи также есть. По-моему, что-то там с 6 до 3 килограммов разные. Во всех магазинах разные. Ограничение на покупку товаров в одни руки – вынужденная мера. Но теперь она действует не только на сахар. Соль, к примеру, продают не больше 2 килограммов в одни руки. Гречу – не более 5. Сделано это не потому, что продуктов не хватает, а для того, чтобы самый ходовой необходимый товар был доступен абсолютно всем. Из-за искусственно созданного дефицита некоторые теперь не могут купить для себя пакет гречки или того же сахара. Не у всех есть желание и необходимость закупаться в десятки килограммов. Сахара нету. Все раскупают. Раскупают. Даже майонез. Гречки нету. Масло подорожало в полтора раза. Я не паникер. Что надо, купил хлебушка, молочка. Дефицит. А я не чувствую никакого дефицита. Скупать ничего не собираюсь. Это ерунда все самое. Неправильная эта теория наших бабок. Да и молодежь тоже скупают. Надо, не надо, а все равно берут. Приходишь, когда в магазин нету сахара, нету гречки, нету риса, нету. Не понимаю, зачем люди это делают, когда уже везде говорят, что не скупайте, что у нас все есть. Специально создают дефицит, из-за этого сами же страдают. Ну я вот на днях сходила, в магазин купила себе упаковку гречки, упаковку риса, все. Все. Сахар в три банки у меня трехлитровые стоят. На всякий случай. Выращивают дома на подоконнике все. Колбасу, там хлеб, селедку. Сейчас местные магазины пересматривают объемы своих закупок. Больше места на складах готовят для сахара, соли, гречки, круп и тушенки. Из-за повышенного спроса на продукты по всей стране у производителя произошел небольшой сбой поставок. По сахарному песку была задержка на 2-3 дня основных производителей сахара. Значит, на сегодня сахар поступает в больших объемах. При этом при поступлении сахара в течение 2-3 часов сахар разбирается. Сейчас в Минпроме создали специальный оперативный штаб. Каждый день не будут следить за потребительскими ценами. Под мониторинг попали 68 самых значимых товаров. В Министерстве промышленности и торговли области за ситуацией следят на постоянном мониторинге и цены, и поставки продуктов. Как сообщают, дефицитов нет. Сахар, соль, круп и все в достаточном количестве. Кроме того, еще остались запасы урожая 2020 года. Обещают, что в скором времени ситуация стабилизируется. Надежда Алюшина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». В Кирове стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 30 рублей. Такую сумму накануне обсуждали на общественном совете при региональной службе по тарифам. Таким образом, цена проезда может вырасти сразу на 15%. Напомним, что заявки на повышение тарифа в транспорте в региональную службу по тарифам отправили 8 автопредприятий. Все они говорят о том, что за последнее время произошло повышение цены на топливо запчасти. Необходимо пересматривать и зарплатный фонд. В заявках организации писали разные варианты стоимости проезда. Было даже предложение поднять тариф до 50 рублей. Но такое вряд ли возможно. На заседании с общественниками обсуждали повышение до уровня 30 рублей за поездку. При этом рекомендовали службе по тарифам отложить повышение цен минимум на полгода. Окончательное решение по новой цене за проезд и вообще в варианте его повышения еще не принято. Региональная служба по тарифам должна озвучить его в конце марта. Новый температурный антирекорд. 8 марта в регионе зафиксировали температуру минус 24,6 градуса. А это абсолютный минимум в этом месяце за последние 50 лет. Об этой и других новостях смотрите далее в рубрике «Короткой строкой». В Кировской области побиты два температурных антирекорда. Оба продержались более 50 лет. 8 марта в области был перекрыт абсолютный минимум температур. Он составил минус 24,6 градусов по Цельсию, что ниже на 1 градус предыдущего минимума. 9 марта был перекрыт еще один абсолютный минимум. Он составил минус 24 градуса мороза, что на 0,2 ниже предыдущего минимума, зафиксированного в 1958 году. Сегодня руководитель главной метеослужбы России Роман Вильфанд рассказал, что потепление стоит ждать уже в ближайшую субботу. Прокуратура нашла нарушения в содержании дорожных камер. Речь о системах фиксации на федеральных трассах. При проверке нашли нарушения в работе камер, размещенных на дорогах Кировской области по направлениям Кострома-Шарья-Киров-Пельмь и Чебоксары-Юшкарала-Киров-Сыктывкар. Плохое техническое состояние камер не позволяет вовремя фиксировать и пресекать нарушения на дорогах. В связи с этим прокурор внес руководителю Упердора-Прикамье представление с требованием устранить нарушения. Юные палеонтологи из Кирова-Чепецка обнаружили останки древнего ящера. Открытие сделали Дмитрий Сазонтов и Владислав Чураков. Они нашли хорошо сохранившийся череп звероящера возрастом примерно 270 миллионов лет. Это первоподобная находка на территории нашего региона. По предварительным данным, найдено животное древнее, чем ящеры, чьи останки находят на котельническом месторождении париозавров. Палеонтологи презентуют свою находку 15 марта. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. А мы сегодня с вещами? Вы видите что-то у меня в руках? Зрение у вас хорошее? Тогда не задавайте глупых вопросов. Оглашение приговора день второй. Вынесли сегодня суд решения по делу Быкова. Следите за знаками. В Кирове началась охота на тех, кто не соблюдает правил парковки. Необыкновенный кадр. Заповедники Нургуш сняли на видео бобра, запасающего еду. Эти и другие новости буквально через пару минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Даже двух дней не хватило, чтобы зачитать десятки тому в дело. Сегодня прошел второй день оглашения приговора по уголовному делу экс-главы города Владимира Быкова. В Первомайский районный суд он снова явился в сопровождении адвокатов и без вещей. Оглашение, как и в первый день, проходило также за закрытыми для прессы дверями. Сегодня Владимир Быков был в хорошем расположении духа и не стал отталкивать от себя журналистов, как это случилось накануне. Но, судя по ответам, общаться с прессой был не очень рад. Сегодня судья оглашал приговор также в течение нескольких часов с перерывом на обед. Но, видимо, зачитать все не успел. Продолжит 11 марта. Напомним, Владимира Быкова обвиняют сразу в нескольких коррупционных преступлениях. Прокуратура запросила для Быкова наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей. Водители автобусов нажаловались на автолюбителей. Сегодня в городе сотрудники ГИБДД устроили охоту за парковщиками на остановках общественного транспорта. Несколько машин владельцы искали потом на штрафстоянках. Сегодня на эвакуаторе увозили машины с улицы Упита. Здесь обычно водители паркуют свои автомобили напротив посадочной площадки. Из-за чего водители автобусов иногда высаживают пассажиров на проезжей части. Искали и водителей, которые не по праву занимают места на парковке, предназначенные для инвалидов. В итоге сегодня несколько машин уехали на специальные стоянки. В ГИБДД обещают проводить такие рейды регулярно. В Нургушском заповеднике сняли на видео бобра, запасающего еду. Видео было снято в феврале, но поделиться им сотрудники заповедника решили сейчас. На видео видно, как бобер берет ветки и носит их в свою нору. Как поясняют в заповеднике, на холодное время года эти животные создают запасы корма – ветки деревьев и кустарников. Их прячут ниже уровня воды, чтобы они не вмерзали в лед. Когда температура воздуха опускается ниже 20 градусов, бобры пробираются к своим кладовым через снежные тоннели. Если погода теплая, грызуны выходят кормиться на берег. В начале весны такие вылазки можно увидеть чаще. Продолжает наш выпуск рубрика «Пристроим вместе». В ней мы рассказываем о домашних животных, которые по разным причинам оказались без дома. Их всех находят, спасают, кормят и обхаживают волонтеры, которые не получают за это зарплату и никаких наград. Они просто очень любят своих подопечных. Волонтеры не могут взять всех бездомных кошек и собак себе домой, хотя иногда очень хочется. Они каждый день ищут для своих барсиков, пушистиков и рексов добрых, надежных людей, чтобы с животными снова не случилась беда. Сегодня мы поможем волонтерам найти хорошую семью для кошки с забавной кличкой Бубочка. Все-таки жизнь – это не самая простая штука. И иногда судьба складывается не так благосклонно, как нам хотелось бы. Но хочется верить, что вслед за черными полосами в жизни обязательно наступает светлая белая полоса. Возможно, начало светлой полосы в жизни нашей сегодняшней героини сможете положить именно вы. Добрый день, Наталья. Невероятной красоты, совсем еще юная девочка. Познакомьте нас, пожалуйста, с сегодняшней героиней. Это котята, которые родились в садах, в садоводстве еще летом. Мы их всех назвали Бубочки, потому что они были очень прикольные и щекастенькие. Осталась третья самая маленькая Бубочка из трех, когда начал выпадать снег и уже плотно так ложится. Котят пытались все-таки поймать, потому что все уже садоводы уехали. Ну, совершенно были пугливы. Вначале мы их в руки взять вообще не могли. Социализировали, откармливали. И через несколько дней дети начали становиться действительно детьми. Они пропустили свое детство, пока они все-таки добывали себе корм на улице. И потом мы постепенно начали замечать, что это дети, которые начали играть игрушками. У них началось настоящее детство. Они спали друг друга, ловили за хвосты, за уши, кусали друг друга в игре. И тем самым участие друг с другом общаться. На данный момент достаточно социализированная кошка, которая может пойти в руки. Если захочет. Если захочет, да. Но ведь процесс не остановился еще, правильно? Да, все правильно. Мы ищем семью, которая поймет эту кошку, которая сможет обеспечить ей достаточно тихую обстановку, где она сможет нормально изучить пространство в тишине и сама подойти общаться. То есть нужно быть готовыми будущему хозяину к тому, что она не сразу прыгнет на руки, что несколько дней она, возможно, проведет где-то прячась. Это самое главное в новой семье, чтобы она поняла, что там безопасно, ее никто не обижает, не пытается поймать, взять в руки. А за ней ухаживают, наливают водичку, дают корм и обеспечивают ей безбедную жизнь. Со здоровьем все отлично. Кошка уже стерилизована, обработана от всех паразитов и никакое специальное лечение и обследование ей не требуется. Она полностью готова ехать домой. По опыту брата и сестры, Бубочки, которые уже нашли свой дом, как они социализировались, как они сейчас себя чувствуют, как себя ведут в новой семье? Сестра была немножко более пугливая, чем брат. Брат адаптировался прям сразу. Нам вечером прислали видео, как он ходит, он обследует свою территорию, вот он залез на кровать, это его кровать, и его взяли вторым питомцем в семью. Там еще есть взрослая кошка. Абсолютно хорошо адаптировался. Сестричка приехала в семью и убежала, спряталась, но в течение нескольких дней проходит вот она социализацию. Мы думаем, что все будет хорошо, она все-таки адаптируется. Если вы хотите познакомиться с красавицей Бубочкой лично, срочно звоните. 46 10 38. И она откроет свое сердце именно вам. Таким был этот выпуск глазами наших корреспондентов. И если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону. 8 912 827 3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Новости Кирова Первого городской. В студии была Юлия Белова. Берегите себя и увидимся в городе.